Мы заложили фундамент для того, чтобы теперь можно уже было двигаться с вопросами, связанными с биологией. Но если вы считаете, что прямо сразу мы начнем веселенькие сказки про мышек, ежиков, морковок, потасинок и так далее, это черт из два. Это будет продолжаться та же самая химия, но химия уже не из пропитки, а химия тех веществ, из которых построена ваша тела. Как на заре развития науки люди считали, примерно так же, как считается сейчас, любая домохозяйка. Есть окружающий мир, а есть я любимая. Понятно, что я, мое тело, устроено совершенно не так, как окружающий мир. Так, поэтому те вещества, из которых построено живое, это абсолютно не те вещества, из которых построено все остальное. Поэтому очень давно, еще в XVI веке, ученые предполагали, что есть две группы веществ. Неорганические, из которых нельзя построить организм, и органические, из которых организм-то и построен. Эти термины используются до сих пор. Но если вы не хотите, чтобы знакомый химия начал бросаться в вас тяжелыми предметами, не пытайтесь добиться от него строгого определения органических веществ. Такого определения нет. Нету осознанной грани между органиками и органиками. Ну да, органические вещества включают в себя обязательно два элемента, очень часто третий элемент. В любой органике обязательно есть углерод и водород, а чаще всего еще и кислород. Ребята, неорганические, не бывают этих элементов? Бывают. Бывают, конечно, от этого они становятся органиками. Хорошо. Ну да, углерод в органике всегда есть четырех валерий. Отлично. А в неорганике не бывает четырех валерий? Бывают. Ну да, углерод в органике может образовывать в ином цехе углеродное полимерное. Ребята, на самом деле не у всей органики, во-первых, а во-вторых, есть неорганические соединения с углеродом. Так что толковые границы провести нельзя. Но, тем не менее, все наши тела, и не только наши, но те морковки, которые растут за окном, те муси, которые здесь летают, там любое живое существо, в основном это состоит из трех групп органических соединений. На самом деле четырех, но начиная с детского сада вы привыкли к такому словосочетанию. Какие вещества входят в состав пищи? Белки, жиры, углеводы. Отлично. А почему они в составе пищи входят? Да тело наше из них построено. Нам надо все время строить материал туда закидывать. Ну нет. Итак, главная группа органических веществ, из которых построено любое живое тело. Белки, жиры, углеводы. Не хватает одной. Есть еще одна группа веществ, из которых ни одна живая предка не обойдет. Аминокислоты. Аминокислоты это терпельфир, который был кипастом. Нуклеиновые кислоты. ДНК, РНК. Это носительная следственная информация. На самом деле это программное обеспечение клеток. Это четвертая группа. Отчаянно клеиновые кислоты отличаются от других моих. Вот, вот. Именно этим мы и будем с вами разбирать. Сейчас мы поедем по исследованию этой группы веществ. Что это за вещества, чем они заняты в клетках, каким организмом они обладают. И начнем мы не в этом порядке. Начнем мы с живого. Что ни одна клетка без железной группы жиров не обладает. Плюс того, слушали вы когда-нибудь про такой страшный, вредный пищевой продукт, который вообще убивает всех на повалу? Холестерин называется. Не ешь яйца сплошной холестерин. Нельзя, или еще лучше, универсальная тюка с растительным маслом без холестерина. Ну, то есть, дурят вас, как не знаю кого. Прежде всего, холестерина в растительных продуктах нет и не может быть по определению. Подсолнечное масло без холестерина, это примерно, как на бутылке с водой напишать, здесь вода не сухая. Это понятно? Во-вторых, холестерин абсолютно необходимый стройматериал для построения любой крепочной мембраны. Поэтому, ваше организм сам синтезирует холестерин, он ему нужен. Если у человека все нормально с обменом веществ, то никакого вреда, ни малейшего вреда, пищевой холестерин вам принести не может. Другое дело, что есть достаточно многих людей поломаны генетические программы, и у них нарушен нормальный обмен. Вот в этом случае избытки холестерина могут откладываться на стенках кровеносных сосудов и тогда горе. Так, это причина большей части инсультов, инфарктов и там подобных. Ростерозы самые распространенные и, пожалуй, самые страшные эти заболевания в сердечном сосуде. Так вот, мы с вами будем разбираться, стараемся разобраться, с тем, как все на самом деле, а не как все в рекламе, или не как сказала тетя, что знакомая по подъезду.